Увидеть хорошее и светлое в привычных вещах, рассказать о городских событиях душевно и с добротой. В Самаре подвели итоги 12-го форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». По видеоконференц-связи к участникам форума обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В это непростое очень время, людям и нужны знания, и даже поддержка. Ваша поддержка, а уверенно, помимо того опыта, который вы так щедро от всего сердца передаете, и нашим землякам, и нашим гостям, конечно же, я знаю, вы всегда доходите и слова поддержки. Очень это важно сегодня для каждого россиянина. Ну и отдельная забота, защита, то, что касается семей военнослужащих, это, конечно, наш святой долг. Мы человечески, понимая, что по-другому просто невозможно. На форум, который зародился на Самарской земле, съехали спикеры со всей России. По словам членов жюри, за годы существования форум видоизменился, насытился новыми смыслами, расширил горизонты. Мне очень отрадно, что именно в Самаре родился такой федеральный конкурс, как «Добрые новости». Представьте, с 2012 года более 15 тысяч работ. За это время выросло новое поколение, в котором я, как член жюри лично, замечаю очень большие изменения. Дети изменились, люди изменились, изменился мир. И сегодня наш конкурс, он, в общем-то, даже не про новости и не про добро, а гораздо шире. В условиях, когда мы живем в новых информационных обстоятельствах, мы должны четко разделять, что новости про добро должны быть четко выверенными и правильно векторно направленными. На шести площадках шли дискуссии с участием экспертов из разных регионов России. Спикер площадки «Геобрендинг. Практические коммуникации в продвижении территории России» Светлана Колосова отметила, что у Самары сформировался теплый и добрый образ. Самара, на мой взгляд, это территория, где очень много доброты. И не зря я так говорю, у вас очень серьезные социальные программы, и я именно их поддерживаю, и люди, которые душевные. И поэтому к вам приятно приезжать в гости. Не потому что здесь есть красота, хотя она присутствует, а потому что здесь есть доброта и теплота, и гостеприимство. Марина Мокина, член Координационного совета по социальной рекламе и соцкоммуникациям Общественной палаты России, рассказала, почему так важно делать проекты о вечных ценностях. Позитив — это то, что дает тебе возможность двигаться дальше по жизни, когда ты видишь перспективы, когда ты чувствуешь, что твои позитивные изменения нужны не только тебе, но и обществу, и помогает обществу развиваться. Потому что без позитивного восприятия мира, без позитивной программы восприятия мира очень сложно жить. Спикер площадки о сценарии информационной войны в современных условиях Михаил Ануфриенко рассказал, как бороться с фейками. Вот этот инструментарий, он стал намного доступнее, шире. Мало того, в информационную войну, соответственно, вовлечено значительно большее количество людей. Но из-за этого она становится значительно сложнее, она становится многоплановой. Потому что зачастую люди, которые участвуют в информационной войне, люди, которые искренне делают это, не за деньги, не по должности. Но в силу отсутствия образования, квалификации, понимания, они зачастую работают, по сути, на врагах. Помощь участникам спецопераций и их семьям стала лейтмотивом всего форума. Волонтеры из всех районов Самары привезли показать то, что они создают своими руками и отправляют в зону спецоперации. Маскировочные сети, одежду, белье, блиндажные свечи. Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и глава Самары Елена Лапушкина отметили важность вклада неравнодушных жителей в общее дело. Особенностью форума этого года стало то, что любовь, верность, патриотизм сегодня имеют особое значение. И когда мы форум задумывали тематику и рекомендованные какие-то темы, мы просили наших пассионарных, наших замечательных людей и обратить внимание как раз на темы, связанные со спецоперацией, связанные с нашими воинами, которые выполняют свой долг, с их семьями. Я вот рассматриваю этот форум как рассказ о людях, которые продвигают тот или иной проект, которые рассказывают о наших достижениях, которые рассказывают о своих соседях, которые занимаются замечательными, добрыми, мирными, благородными делами. И видно же, что это делается от души. И убеждена, что ребята нашу любовь и нашу поддержку чувствуют. В этом году члены жюри форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» рассмотрели более 700 заявок. Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры прислали аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу. У телеканала «Самара ГИС» три награды. Журналист Инесса Панченко победила в номинации «Лучшая социальная программа» за программу «Обернитесь». В ней рассказывают о людях с непростыми судьбами, которые смогли преодолеть трудности и начать жизнь заново. Насчет излишнего погружения. Да кто мерил эту грань? Где оно лишнее? Где оно слишком глубоко? Не знаю. Как чувствуем? Как наша вся группа, которая работает над программой, чувствует? Так оно и получается. Руководитель направления по медиакоммуникациям Анатолий Головко стал победителем номинации «Лучший социальный ролик». Я хочу отметить, что на телеканале «Самара ГИС» работают действительно люди, которые очень хорошо чувствуют город, понимают его и вместе с жителями Самары решают все возникающие проблемы. А наш проект – это не что иное, как признание в любви к прекрасному городу на Волге, Самаре. Ответственный редактор телеканала «Самара ГИС» Виктория Шаре победила в номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» за сюжет «Связала счастье своими руками». Героем стала бабушка, связавшая яркие и теплые накидки на сиденье для самарского троллейбуса. Проекты нашего телеканала сохраняют социальную направленность. У нас есть и «Зоопатруль», и «Право на маму», и программа «Обернитесь». И неудивительно, что при таком количестве социальных проектов у нас в этом году целых три победы на этом форуме. Ну а что касается сюжета, то, конечно, наверное, получать приз должна была бы та бабушка, которая связала чехлы для троллейбусов, и ее чудесная дочка, которая подкинула ей такую идею. Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» проводился одновременно с конкурсом «Юнкор», в котором участвовали юные журналисты. Вскоре уже подрастающей смене предстоит снимать сюжеты про разумное, доброе и вечное. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре, Николай Епифанов. События.